Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. И кто иногда заглядывает на мой канал, на канале Томата Большим Любовь Светлана. Живу я в Чувашии, на Средней Волге, практически на самом севере нашей республики. Вот сегодня такой погожий денёк. Из окошка посмотрим. Ну, тучи, конечно, ходят хмура. Может и дождик опять будет. Вчера дождик был. Вчера пасмурная погода была. Вот теплица даже уже открыта, потому что там 50 градусов жара. Вот томаты тут недовынесенные стоят. Их тоже надо вынесить. Огурцы мои стоят тут никакие. Кривые, косые. Наверное, откажусь я от комнатных огурцов. Ну, забуду, потом опять пасмуршу. Но сегодня о баклажанах хочу поговорить. В прошлом году у меня очень плохая была рассада баклажанов. Аж мне мои подписчики говорят, ой, у вас из этих ничего не будет. Там что-то. Ну, без слёз не взглянешь на рассаду. Ну, я на свой страх и риск 15 мая высадила. Жёлтые, все убитые. И холодно. Чего только не было. Под открытый грунт. Ну, честно скажу, я их посадила так, чтобы они там пропали. Ну, они не пропали на зло врагам. Они такие красивые выросли. А крепли. Ничто, никакая болезнь к ним не приставала. Вот когда вот так бросово посадишь, они не леяло их, не холило. В тени между двумя зданиями. И вот они столько урожая дали. Вот не завру. Прямо ведрами собирали. Столько всего наготовили. Столько всего было. И тогда я сказала, ой, ну всё, баклажаны с меня, скажем, всё, не будет. Ну, а как не посадишь после таких урожаев? И вот у меня тут баклажаны стоят в маленьких стаканчиках. Это вот то ли 200-граммовые они стаканчики есть. Тут чуть побольше. Они уже два. Некоторые по пять настоящих листов уже. Один, два, три, четыре, пять. Не у некоторых, ещё три только настоящих листа. Но, естественно, почвы уже там им мало. И вот тут вообще-то есть такой-то прозрачный стаканчик. Один. Один прозрачный стаканчик от детского корма. Ночь. Это маугли. Я уж таких по цветам. Там смесь сортов была. Ночь. Маугли и ещё какой-то. Один белый баклажан, другой чёрный. Вот какие корни у него. Очень хорошая корневая система, если я насколько показала. И у меня ещё есть другая партия. Попозже посеяна. Это, по-моему, в конце февраля посеяна. Если я не посмотрела дневник. И я их собираюсь вынести теперь в теплицу и перевалить стаканы побольше. Сегодня мы готовим цыплицу для высадки томатов. Вот лунки готовим всё. И туда уже сейчас пойду. Вот небольшой ролик этот сниму и пойду туда. Мы сегодня хотели, конечно, перевалить. Но неожиданные дела тут возникли. Надо внука повезти на танцы. Поэтому помидоры подождует. Сегодня уже всё подготовим, польём. Как раз и разогреется. И завтра будем уже переваливать. Ну, а что в лунки сажать? Это уже... Они все в стаканчиках. Это там не минутные дела, конечно. Но быстро можно пересадить. А вот сегодня вот эти баклажаны, наверное, пойдут уже в теплицу. Там будут сидеть. Место есть. Вот такие дела, весенние дела. Каждый день что-нибудь надо делать. И перцы уже готовы выпрыгнуть в теплицу. Всё-всё готовы выпрыгнуть. Холода ещё может вот это... Как говорили, бабки не ходи. В прошлом году, в прошлогодний календарь смотрю. 14 апреля было минус 7, минус 8 было. В этом году эти минусовые температуры, конечно, уже были. Ну, а кто знает. Я сегодня утром с мужем разговариваю. У нас, как говорим, весна поздняя или ранняя? Ну, говорит, если до сих пор снег лежит в огородах, значит, говорит, поздняя. Вон, снег ещё есть. У нас тут между двумя домами-то ещё там снега, гора снега. Тут вот на солнечных местах снег есть, а там ещё полно снега. Ну, пока-пока дела не ждут. Субтитры создавал DimaTorzok